И она ощущает себя, она думает, что это, потому что она страшная. И вот это отражается в этой агрессии, которая дома против всех, просто против всех. Сейчас, видимо, ещё переходной возраст, и вот это ещё вдвойне нам даётся. Нервозность, она боится идти в школу, тоже вот есть такое. Она боится спорта, потому что по спорту видно, что она просто, у неё ощущается физическая неловкость, неуклюжность. Ну вот самое вот такое, что тоже вот она не любит прикосновения. Вот это вот она где-то вот 2,5-3 года, может, извиняюсь, где-то в 3-4 года, вот я заметила, что она не любит быть на руках, она не любит, если прикосновения, любые прикосновения. Вот сейчас, допустим, я к ней подойду, она скажет, ставь меня в покое, меня это болит, не трогай меня. Вот это для родителей самое страшное, я считаю, потому что охотно как-то ребёнка успокоить, обнять его, показать ему, показать ему, просто обнять его и показать любовь, как бы это нормальная функция, нормальные ощущения. Ну вот к ней не подойдёшь никак. Вот она сразу отталкивает, ей это не нравится, она это не любит, ей это больно. Вот это вот тоже ощущается какая-то дисфункция. Вот это навязчивое состояние, вот это тоже у неё есть, что она, вот это вот вечная, вот эта думка её, что она страшная, что ей жить нельзя, что вот она, вот это вот всё время, вот она об этом думает, и вот эти вот мысли, они не уходят у неё никак, вот каждый день. Потом она заводится, она очень злится, она может, вот последнее вот было, что она сама себя взяла и побила головой об стенку, или берёт себя, бьёт ладонью об голову, и вот такие вот проявления. Ну и самые такие проявления, где заметен вот этот асбергер, аутишмус, так у неё его незаметно, если кто-то посмотрит первый раз на ребёнка, он ничто не скажет, поговорит с ней, он ничто не скажет, но вот эти проявления руками, она вертит вот так вот руками, если она радостна, она начинает вертеть руками. Я вот заметила тоже, только если она радостна, только она тогда вот это делает, а так она этого не делает. Что ещё? Патематики нет. В школе у нас, насчёт школьных предметов, у нас в основном она очень хорошо учится, она очень соображает быстро, и при том она это всё вот как-то запоминает. У неё такая память, что вообще мы удивляемся этой памятью, она один раз прочитает и всё помнит. Единственное, что вот заметно, математика никак. Она её не хочет и не принимает эту математику, и не хочет учиться, и вот всё другое её не интересует, а математика никак. И нам психолог тоже сказал, что это могут быть как тоже проявления вот этого Аспергера, что они в одном предмете где-то хорошо учатся, а в другом предмете они вообще никак не учатся. Ну вот, вот это вот я вам сейчас вот записала видеоролик, и у меня как бы это вот самое такое вот, я не знаю, как ей помочь. Всё время надо спокойно относиться, вот это всё психолог говорит, всё время в каждой ситуации надо проявлять спокойствие. Я вот это тоже вот этим пробую этого делать, вот это вот проявление спокойствия, но если ребёнок вот что-то сам себе делает или голову себе, допустим, пьёт, и вот это просто у меня опускаются руки, я не знаю, вот как ей помочь. Охота помочь ребёнку, но ты не знаешь, как ей помочь. Если я пробую её успокоить, она ещё больше заводится, ещё больше вот эта агрессия у неё проявляется. И вот у нас иногда с мужем мы на неё смотрим, как будто думаем, кто-то в неё вселился. Она на тебя смотрит, огрызается такие слова, говорит, как будто вот что-то не то в один раз. Психолог тоже сказал, чтобы вот ей как бы надо отдельную комнату, ей надо находиться в отдельной комнате, её надо там, не надо туда ходить, где много людей, это для неё стресс. Так я, так мы думаем с мужем, как это вот этот стресс никогда... Никакой...